Первый пункт, вывод из нашей притчи, это то, что верующие не все настоящие. На основании этой иллюстрации из Библии мы видим разницу, мы видим разные категории, мы видим, что есть настоящее, а есть фальшивое, которое просто пытается подражать. Итак, друзья, в церкви есть верующие люди, есть люди, которые не ходят в церковь, но называют себя верующими. В Америке здесь почти все верующие, но смотря на их действия и дела, вы понимаете, что там что-то не то, либо с названием, а скорее всего, с их ДНК, с природой. Большинство из нас, эмигранты из Советского Союза, выросли в православной церкви. Там тоже почти все православные считают себя верующими. Но когда вы смотрите на их поступки, вы можете очень разочаровываться в таком Боге, в такой вере и в таких названиях. Интересно заметить, что в этой притче все представлено по два. Я думаю, если мы вникнем в детали текста, это нам помогает запоминать. Например, два сеятеля или два фермера. Дальше два вида растений – пшеница и плевелы. Потом все будет разделено на два вида людей. И в конце два варианта вечности. И то, и другое – два-два-два-два. Это все нас ставит перед одним простым решением – выбор. И это нас также предупреждает, наталкивает на мысль на то, что есть и другие ненастоящие. И здесь, друзья, хочу заметить то, что дьявол умышленно… Дьявол – это враг. Написано, что он это сделал, посеял плохие семена ночью. Это нам говорит о том, что именно когда человек расслабленный ночью, мы расслаблены, мы не так бодруствуем, не так стоим на страже ночью, именно в эти моменты бьет дьявол, пытаясь разрушить, повредить нам. И вот смотрите, какая тонкая тактика. Дьявол умышленно сеет семена плохие среди хороших, среди Божьих детей. Так подожди. Но если ты хочешь сеять семена другие, нет проблем. Вот территория другая, пойди, пожалуйста, там сей. У нас одни ценности, у вас другие. Мы верим так, вы верите по-другому. Если вы не разделяете наши ценности, нашу веру, нет проблем. Идите и там себе будьте как-то. Не трогайте нас с вашей аджендой вот этой нечестивой. Но нет. Весь смысл в том, чтобы посеять среди доброго, среди хорошего, на том же поле, на той же территории, среди настоящих верующих, чтобы там оказались фальшивые, лукавые, лицемеры, чтобы там были и плевелы. Цель – все перемешать, сделать смуту, навести месс, убрать границы, чтобы не было белого и черного, было только серое. Чтобы ты не мог ориентироваться. Так, подожди, где я? Среди кого я? Так, а вообще, кто ты? Сегодня, когда мы иногда идем на свадьбу, вы иногда уже не можете различить, это свадьба христианская или это свадьба мирская. Внешне все выглядит вроде бы нормально и правильно. И люди дышат одним тем же воздухом, ходят в одну и ту же церковь, сидят на тех же лавках. Но у одних, вы видите, проявление Христа в жизни настоящее, а у других одно название, одни формальности. И только одни разочарования и расстройства. Хотя бы не назывался верующим, зачем ты портишь репутацию и название? И получается, что дьявол умышленно сеет и все растут на одном поле. Правда, нам как-то хочется это зло убрать. Нам как-то хочется эти плевелы куда-то, не знаю, ну вы же видели вокруг себя плевелов, да? Вот смотришь на лицо и явно видно плевел. Слышишь его разговоры и явно видно. Плевел. И хочется их как-то, ну, повырубывать, повырывать, повыкидать, ну, сжечь, не знаю, бензином облить, что угодно. А тут мы читаем с вами. Пусть растут вместе. Lord, why? Пусть растут вместе. Интересно. И здесь, друзья, мы с вами видим, что, несмотря на то, что пшеница и плевелы очень похожи, но это правда только до появления колоса, до появления плода, их почти невозможно различить. Но как только приходит колос, плод там, проходит время, и тогда видно разница. И здесь, друзья, эта притча нам говорит о том, что, с одной стороны, кажется, все в порядке, у нас как бы тоже все нормально, все пушистые, святые, верующие. Но придет момент, который 100% обнаружит, что есть люди, которые 100% плевелы. Просто внешность, хорошая привычка. Может быть, еще какие-то мотивы плохие. Люди входят в церковь разные, истинные, лукавые, горячие, теплые, которые называются верующими, но это такое дешевое название, притворяются. Мотивы неправильные, ищут выгоды, потребители, обманщики. И среди них есть и настоящие верующие. И все на одном поле. Ну попробуй разобраться вот в этом мессе. И кажется, друзья, что, ну почему бы это не разделить? Ну почему бы это как-то не разобраться, не почистить? Так вот, друзья, в этом и есть тактика врага. Чтобы на таких многие притыкались, соблазнялись, оставляли церковь, оставляли Бога. Подорвать репутацию христианства всем верующим и церкви. Напомню, что религиозные фарисеи, они были еще во времена Иисуса Христа. Заметьте, они назывались правильно. Они знали закон Божий. Они ходили в храм. Они выглядели очень духовными. А Христос на них говорил, гробы окрашенные. Так, оказывается, и тогда такие люди были. А как вам кажется, если тогда такие люди были, сегодня есть такой шанс, что и они есть? Здесь, друзья, мы с вами подходим к месту Писания, которое нам дает ответ. 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих. Говорится так об этих людях. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Новый перевод. «Они выдают себя за истинных последователей Божьих, однако не принимают его в свои сердца». Держись таких подальше. Вид, внешность. Все правильно. Но внутри слова, дела, все говорит об обратном. И всегда, получается, такие люди, по задумке врага, будут проникать и в наши ряды. «Они выдают себя за истинные последователи Божьих,